всем добрый день кто на моем канале здравствуйте сегодня я немножко как бы повторяюсь убрать немножко повторяюсь но девчонки сколько я уже читаю комментарии вопросов очень много по сумке почтальон ну и вот я решила сейчас просто мне надо еще на заказ одну такую сумочку сшить я решила повторить это видео кто не понял что-то в первом может посмотреть сейчас как я это буду делать сильно не буду конечно я разжевывать как говорится ну так бегло хотя бы но все равно повторю вот как всегда я на низ беру плащевку это будет внутри подклад на сумочке потом синтепончик тоненький слой и совсем вот потом вот такую синюю тканюшку я положила я хочу сумку такую темную чтобы она темная была но не совсем она будет у меня темная а вот такие вот кусочки ткани золотистая нарезала вот и вот сейчас по ней разложу мне надо вот чтобы она была золотой стороной сюда смотрела и так вот хаотичном порядке она будет разложена кому-то наверное кто уже кто и не хотел эту сумку шить или кому надоело такое видео тут конечно может пропустить не смотреть но судя потому что было по этой сумке очень много вопросов поэтому я и решила повторить вот так то вот сейчас разложу я решила не просто пиццу делать да вот как там я делал в той сумочке я таких сумок много уже шила вот а просто вот именно вот так вот как я задумала не как просто ляжет а как я задумала а задумала я вот такое вот черное будет золотом потому что вверх у меня будет покрыт черной тканью прозрачной но это у меня будет не органза и не вуаль я не знаю эта ткань такая специально с нее было пошито платье вот у меня тут в арсенале в моем запаснике моем она оказалась эта ткань ну и я думаю использовать ее как раз вот в этом случае шьется сейчас у меня все что под рукой я к сожалению сейчас не располагаю светлой плащевой тканью как вот я обычно подклады делаю светлые но нет у меня сейчас под рукой светлой плащевки поэтому будет просто вот такая какая есть но мы там как-то придумаем что-то осветлить чтобы не совсем темно в сумке внутри было например карманы светлые сделаем не карман там один карман но все равно один карман сделаем светлый так ну вот почти что все я закончила раскладывать все эти золотинки это ткани она такая знаете уже из нее было пошито платье если ее еще раз использовать куда-то так что-то из нее умудрить она уже как-то не особо прочная будет потому что видно на этом месте где была строчка она как бы слабоватая такая ткань поэтому я думаю что ее вот самый раз только вот куда-то так использовать как декорацию вот как то так теперь берем вот такую тканюшку вот видите покажу вам поближе на совершенно прозрачная немножко какая такая степень сжатости есть у нее сжата немножко вот и накрываю вот такой получится у меня рисуночек но после того как я ее постигаю стягать я буду черными нитками у меня есть черные нитки для вышивания тоненькие вот и она немножко конечно как структура все равно изменяем изменится потому что уже стежка она как-то придаст к немножко другую фактуру вот но в целом вот как я задумала что она будет черная и золотистым таким вот рисуночком таким и будет сейчас я просто все это приколю иголочками вот и начну стягать но когда я простегаю тогда я опять вернусь к вам и опять все вам покажу что у меня получилось так ну вот девчонки сейчас я готова у меня обе части сумки и клапан растягала я полностью так и клапан и сама основа вот так это изнутри смотрится так это вот снаружи смотрится к живом поближе конечно стягать было не очень удобно на черном черными нитками по черному ну вроде так все нормально получилось простегала так что хочу сказать возможно тут может быть у меня размеры немножко другие заказаны были так сейчас я вам покажу кому интересно будет скажу клапан 45 в длину 22 ширину получился у меня так и основа снова у нас 55 в длину и 30 в ширину так что хочу сказать вот я приготовила уже карман поскольку темновато внутри сумка вот будем делать светлый карманчик чтобы немножко так осветлить внутренность вот так вот сейчас я пришиваю карман прямо вот так вот он плотный хороший он не будет не отвисать ничего так карман пришьем с этой стороны строчка мешать не будет мы насквозь будем пришивать потому что что потому что у нас здесь будет клапан решит я примерно вот так вот прикидывал сложила я пополам это сумочка да тут зашьется донышко тут зашьются боковые просто хочу сразу определиться как ляжет клапан клапан ляжет примерно вот так вот я вот я определила где-то 5 сантиметров от сгиба право отступаем его так вот будем пристрачивать клапан прежде чем его пристрачивать надо же его оборудовать карманом вот карманом что я буду делать сначала я закруглю все края потому что у меня клапан будет и с этой стороны закругленный со спинки и с этой с боковой с передней части куда он закрываться будет он тоже будет закруглены значит что значит сейчас я сначала закруглю одинаково края вот так вот по одной мерочке потом что вот допустим это у меня задняя сторона карман будет где-то примерно сантиметров 15 я думаю достаточно вот где-то 15 сантиметров я вот так вот прямо на насквозь все это напрямую полностью разрежу его этот карман клапан отрежу часть да и сюда буду вшивать замок я вот нашла у себя замок такой же золотистый прям как к рисунку по случайности оказался сделала концевички есть ткани ну-ка с концевички я думаю все знают как делать шью просто трубочку одеваю сюда пострачивать тому трубочку выворачиваю и получается вот такой закрытый конечек вот так вот примерно это будет выглядеть прежде чем пришить я вот тут разрежу сейчас я даже вам знаю на прямо это продемонстрирую чтобы не смущать никого вот так вот да ровненько чтобы все у меня тут было все-таки конечно хорошо когда вот этот нож есть роликовый нож это совсем другое не то что ножницы но если нет и у меня не было когда я резала просто так вот я разрезала ровно вот по линии да сейчас я вот тут нарезала целую кучу таких косых беек тоже ткани это тоже от этого платья это не подкладочная ткань такая шоу какой-то в общем сейчас я обработаю вот так вот оба края и этот край бейкой и этот край бейкой обработаю и потом просто вошью этот замок замок вот так вшиваю он как раз у меня входит нормально все и клапан у меня можно сказать что он готов останется только его вокруг весь обработать я еще не решила возможно даже я тоже буду делать вязаную бейку сейчас я еще посмотрю какой у меня ирис по цвету это тут вот как-то черная видите черная но она конечно будет уже тогда одинаково потому что эти срезы будут обработаны этой бейкой и это будет обработана этой бейкой может быть даже я ставлю так не буду вязать ничего сейчас посмотрю в общем сейчас вот готовлю клапан до вшиваю замок еще что хочу сказать что так карман пришьем замок сюда вошьем углы посрезаем еще я наготовила вот такую длинную ручку для нее заготовка под ручку с этой стороны мне пришлось стыковать ткань которая будет закрывать эту ручку потому что это та же ткань синяя которая была здесь вот под черной сеточкой под этой вот я ее всю пришила по-моему у меня тут метр тридцать что ли ручка потом замерю скажу вам вот и это все еще закроется сеточкой этой же сеточкой все закроется я не знаю насчет стежки буду я простегивать или нет но может быть просто даже просто прямой строчкой прошью но то что сеточка это будет у меня закрыта это точно вот такая вот длинная ручка все в общем я сейчас пришиваю карман на основу оформляю клапан карманом края обрезаю думаю над тем как обработать и обрабатываю ручку вот сейчас вот это мои действия а потом я вернусь к вам и покажу что у получилось но девчонки мальчишки девчонки что у меня уже получилось вшила карман обточала два края вот приготовила полностью клапан решила карманчик шила вернее карманчик у него вот к сожалению камера не передает насколько вот этот замок золотой при золотой такой красивущий и он как раз так вот хорошо подходит к этому дизайну ну вот я примерно прикинула как я пришью этот клапан я вот посчитала 6 сантиметров взяла от середины сумочки и вот сюда вот его приметала этот клапан в общем мне осталось сейчас я прям вот прям сейчас я их клапан уже обработала бейкой вот этой же черной бейкой которую я приготовила одинаково все у меня получается и замок обработал такой бейкой сам клапан бейкой ну и край вот этот обточала и внутри буду тоже закрывать швы и ею благо что хватает вот сейчас я пришью клапан прям пошел вот здесь вот так же пришел клапан потом короче я сошью боковые швы на сумке боковые швы оформлю донышко считаю что у меня получается уже почти сумка готова после этого когда я пришью клапан оформлю донышко эта сумка уже будет иметь вот такой вот у меня примерно вид только вот с донышком из боковин коми дать мне надо будет пришить шлевки с кольцами для ручек они будут пришиваться прямо вот так вот сюда на боковой шов я посмотрю на тех своих сумках я вручную пришивала здесь можно наверное на машинке потому что это немножко сумка получилось потоньше чем те сумки у меня были там трудно было машинкой брать в общем пришью ручки с кольцами и посмотрю возможно даже возможно даже еще добавлю цепочку на ручку а почему а потому что я вам объясню потому что я сшила сумку ой сшила ручку извиняюсь вот она большая при большая у меня такая ручка и она получилась короче чем мне надо на получилось метр двадцать вот мне надо чтоб она была полтора метра на наш там еще регулируется сюда закладывается в общем я посмотрю скорее всего что я еще добавлю цепочки вот цепочка у меня как раз сюда подходит черное золото смотрите как раз сюда посмотрю я наверное скорее всего добавлю вот эти вот цепочки сюда и будет тогда нормально по длине вот я уже прикинула здесь посмотрела это будет выглядеть примерно вот так вот вот так и сюда за это колечко вот так вот будет выглядеть но почему нет в общем я еще подумаю в общем сейчас я девчонки все это сшиваю все это собирают до кучи и потом показываю вам как уже все у меня получилось так но девчонки вернулась все дошила хочу вам все показать так сказать завершающий этап вот такая сумка у меня получилось скажу поближе так вот это с обратной стороны и вот такая вот ручка длина ручки получилось метр пять метр пять но это вот без колец до колец метр пять но я думаю достаточно потому что заказчику нужно было метр десять примерно метр десять здесь я сделал такое вот украшение просто цепочку накрутила она как раз подходит мне черное золото вот как раз сюда подходит все ручку мне пришлось украсить вот таким нитками из позолота я вот вышла такие снежинки потому что ручка получилось ну просто черная ее точно также текстуру такую же сделала обтянула сеткой ту же самую ткань и поролон фольгированный проложила чтоб она упругая такая была ну и расстегала простегала и она была какая-то общем не понравилось мне на просто бугристо и все и вот я ее решила вот так вот украсть тонн сумки так что внутри магнит это вот внутренняя часть я вот уже вытащила показать вам как все внутри смотрим обыкновенная что хочу сказать сумку я и тушила и она у меня получилась вот эта сама фактура сумки тоньше чем все сумки почтальоне я шила получилось тонковато не так как мне бы хотелось и тонковатый синтепон взяла и за счет того что вот здесь вот карман и сюда пришитые клапан тут кстати вот карманчик вам не показала все нормально работает все очень удобно глубокий карман в общем эта сторона хорошая нормальная вот а это тонковатая было и я в общем сшила уже потом собрала еще один карманчик такой же размером как этот и уже вручную сюда пришивала но мне помогло то что здесь вот такая вот бугристая поверхность черная золотыми я вот в тон нитки короче и вручную пришла но это было не сложно не долго и нормально вот так вот все обработано вот а здесь вот резиночку такую с карабинчиком для ключей то я подсмотрела на канале у мадам плюшкина хозяйка там вот показывал как она вот это делать мне это понравилось очень удобно я на своей зиме сумочки также сделала может даже не вытаскивать он на резиночке раз растянула резиночку открыла двери все на всякий случай сделала такое донышко поролончик отдела в чехол но она нормальная бездонышко вам показать так чтоб светло было темноватый внутри темновато но все равно видно да вот вот такая вот у меня получилась сумочка вот так положила вам показать и застегнула сумка почтальон магнит хорошо держит все и ручка теперь со снежинками прям вот мне кажется прям вот как раз к месту стало ну вот как работу над ошибками я бы сказала что если бы сейчас я начинала и тушить сумку по новой то вот эти полоски я бы не такие широкие делала его прямо как бы как ниточки нарезала потоньше поуже она бы интереснее смотрелось и вот то что я уже поправила это потолще сделать немножечко саму текстуру от этой сумки сама ты тут к немножко потолще а почему я так ошиблась те сумки я шила у меня был синтепон я хорошо помню что я его напополам делила и половинку лужу а для прослойки и здесь сделала также но я-то забыла что у меня там был синтепон толстый я не помню сколько он там микрон а здесь у меня был тоненький я по привычке разделила напополам и прослоила вот пожалуйста результат ну ладно хорошо что это было поправимо этот карман внутренний 2 он вот именно меня выручил вот такие вот дела ну все девчонки свое видео заканчиваю всем спасибо за советы мастерам и мастерицам и благодарность и уважением ко всем кто смотрит мой канал до свидания надеюсь до новых встреч